Именно с этой обязательной процедуры начинается рабочий день врачей, почтальонов и соцработников. Тех, кто во время пандемии продолжает исполнять свой профессиональный долг. В их числе и сотрудники детской паллиативной службы. Выезда осуществляются в штатном режиме, даже в период карантина, так как эти нуждаются в неотложных мероприятиях. Это смена трахеостом, это подбор параметров ВВЛ, противоболевая терапия. В основном, конечно, это дети с тяжелыми неврологическими заболеваниями. Пандемия не может остановить заботу о таких пациентах. Антисептики для врачей палиативной помощи – это способ минимизировать риски заражения. Для них фонд Александра Прокопьева тоже доставил средства дезинфекции. Пандемия – глобальное испытание, и весь мир несет потери. К сожалению, это реальность нашего времени. Считаю, что сейчас важно не только вести просветительскую работу, но и помогать конкретными действиями. Напомним, первый случай коронавируса в Алтайском крае зарегистрировали 29 марта. Уже 1 апреля фонд направил первую партию антисептиков для медицинских и социальных учреждений. Сначала в Бийск и Барнаул – самые густонаселенные города региона. Нам уже второй раз помогает депутат Государственного дома Александр Сергеевич Прокопьев. Уже вторую партию нам сегодня подвезли в объеме уже с 7 коробок антисептика, который выпустил производство «Эвалар». Нам хорошие подспорья. Несмотря на предпринимаемые меры, число заболевших в крае растет. Потребность в средствах защиты увеличивается. Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев принял решение увеличить объем помощи. Сто тысяч флаконов антисептика получат сотрудники общественного транспорта, почтальоны, службы социальной помощи и другие организации. Подойти к квартире мы обязательно антисептиком обрабатываем дверные ручки, перчатки и потом уже заходим в квартиру. На надомном обслуживании в нашем филиале находится около 150 человек. Социальные работники, а их у нас 12, они ходят к ним два раза в неделю и по их запросу оказывают им услуги совершенно различного характера. Это может быть и оплата жилищно-коммунальных услуг, это и получение лекарств, и доставка продуктов, и уборка в доме. К слову, не остаются в стороне депутаты и предприниматели региона. Они объединили свои силы, чтобы оказать помощь медикам, которые работают с коронавирусными пациентами. На собранные средства будут приобретены одноразовые защитные костюмы. Дарья Демиллер, Николай Шелко, Илья Халяпин, Иван Зяблицкий. День с толком.